Здравствуйте! 102 преступления совершено за минувшую неделю в Палдарской области. Раскрыли из них 75. О привлечении к ответственности хозяев питомцев сообщили в полиции. За январь предписание получили более 370 человек. Как правило, нарушают привыку лишь животных. В студии говорим о тех, кто нарушает закон или случайно становится его заложником. И вместе разбираемся, как не повторять ошибок. С вами Артем Клеван. Вот о чем будем говорить сегодня. 17-летняя девочка отравилась антисептиком и погибла. Эксклюзивное интервью мама-подростка дала нашей программе. Погибла дочь, убили зятя, а теперь посадили сына. Приговор озвучили 36-летнему летчику, которого обвинили в преступлении из-за мести. Раздел имущества при разводе, на что имеют право каждый из супругов, расскажем в нашей традиционной рубрике. 17-летняя девушка скончалась от отравления антисептиком в Павлодаре. Пила его в региональном центре поддержки детей. Оттуда наскоро. В итоге подростка доставили в волосную больницу. Медики сообщили, чуть позже к ним привезли еще двух воспитанниц. Все произошло здесь, в центре поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в самом начале года. Но о происшествии журналистам стало известно только сейчас. Внутрь никого не пускают карантин. Доступ запрещен даже родителям. Дать пояснение вышел руководитель. По его словам, скончалась их воспитанница 2 января. Антисептики стоят по всему учреждению. Предполагают, что девочки отлили себе и стали распивать. Естественно, все это делалось получается кулуарно, максимально закрыто и так далее. Наше учреждение не является тюрьмой, либо каким-то специнтернатом. У нас находятся дети в трудной жизненной ситуации, с трудных семей, с разными определенными теми же психологическими травмами и так далее. После отравления первой в больницу на скорой отвезли зачинщицу распития. Спустя полтора часа она скончалась в реанимации. Чуть позже доставили еще двух 16-летних девочек. Отравление у них было не сильным, оказали помощь, а спустя 10 дней выписали. Анитеры сказали, что 17-летняя воспитанница центра пила антисептик, разбавленный водой 31 декабря, 1 и 2 января. Сами же попробовали немного. Насколько это в моей компетенции говорить, но в состав этого антисептика входят технические спирты. В полиции сообщили, открыто уголовное дело. Расследование ведут по фактам доведения до самоубийства и халатности. Сейчас назначены экспертизы. Иную информацию разглашать не могут. Нельзя этого делать и в учреждении. Глава управления образования сообщил, что расследование ведется сейчас только по факту халатности. Суицида точно не было. При этом руководитель центра подал в отставку. Еще несколько работников написали заявление на увольнение. Какой была при жизни погибшая 17-летняя девушка? Как влияет суррогат, в том числе антисептик, на организм? Какие условия содержания детей в закрытых спецучреждениях? Обо всем этом говорим в студии. У нас заместитель руководителя управления образования Палдарской области Роза Аканова, врач-нарколог дневного стационара для взрослых Центра психического здоровья Елена Бодрова, старший инспектор управления местной полицейской службы Карат Сатыбаев и мать 17-летней девочки Надежда Мамизерова. Вам всем добрый вечер. Хотелось бы начать, наверное, все-таки с вас, Надежда. Случилась ситуация, которая произошла месяц назад, о ней стало известно только на этой неделе, и произошла она с вашей дочерью. Расскажите, пожалуйста, о том, как ваша дочь оказалась в этом самом центре, почему вы были лишены родительских прав. Собрали ее 3 июня, она не ходила в училище, она на втором курсе, в 19-й фазанке училась. И две недели она не ходила. И вот потом нас вызвали и лишили родительских прав. Она жила у бабушки в боксу с дедушкой. Домой никак не хотела ехать, потому что свободы нет. А там была свобода ей. То есть вас лишили родительских прав, потому что она не ходила в училище? И то, что выпивала ее. Вы? Да. У вас семья как характеризуется в целом? Ну, все говорят, что мы плохие родители. У вас это единственная дочь? Нет, у меня мальчик еще 15 лет. Мальчик 15 лет с вами живет? Нет, он сейчас в Песчаном. Его туда отправили. В детский дом? Угу. Расскажите о том, какая была, собственно говоря, ваша дочь? Она была хорошая девочка. Везде могла подход со всеми иметь. Хорошая была она. Но вот то, что произошло, и подруги... Она не могла никогда выпить. У нее было столько планов, очень много было планов. Ее должны были в общежитие в Паладаре перевезти. У нее много было планов на жизнь. Она никогда не стала это пить. Она не пила, не курила. Она была девочкой. Те показания, которые дают, точнее, рассказывали, когда поступили дети в больницу, ее подруги. Я не знаю, насколько они подруги, правда, но они тоже поступили с отравлением. Именно они медикам рассказали, что это именно ваша дочь? Ну, сейчас, конечно, она в гробу лежит, бедная. Можно всяко, как говорить, косточки перемывать. Потому что она их споила. Она не пила, не курила, не говорю. Она была девочкой у меня. Насколько вы ее хорошо знали? Насколько вы близки были? Потому что родительские отношения... Мы как подружка были с ней. И мама, и подруга, и сестра вот как вот. Ну, хорошо. Она мне все говорила, все всегда говорила. Но вы конкретно на сегодняшний день не знаете точно, что произошло? Что точно, ну, не знаю. А то говорят, вот она 31-го пила, 1-го, 2-го. Что она пила? Участковый мне приехал, 3-го, говорит, что она умерла, 1-го. А этот директор говорит, что она умерла, 2-го. И теперь как, кому верить, не знаю. Роза Кабибулановна, скажите, пожалуйста, какие условия содержания в подобных учреждениях? Дети, понятно, оказываются там, вот в этой ситуации, в нашей родительских правах. Давайте. Во-первых, я хочу выразить глубокие, искренние соболезнования. Все, что случилось в центре для нас, это огромная трагедия. Здесь, наверное, таких вот слов для оправдания или успокаивания. И не подобрать. Найти трудно. Действительно, в области функционируют у нас два центра поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Это в городе Павлодаре региональный центр поддержки детей, и в городе Экибастузи. В данный центр попадает 5 категорий детей. Это дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, дети, которые направляются в специальные организации для детей с особым содержанием, и беспризорные, безнадзорные дети. Сразу же хочу сказать, что эти центры не являются закрытыми центрами. То есть дети там проживают так же, как и в других государственных учреждениях. Они имеют право выходить? Они имеют право выходить, ходить на экскурсии в сопровождении педагогов. А чтобы там, значит, какой-то был такой запрет, родители могут посещать в этих центрах детей. Ну, за исключением сейчас, потому что карантин. Да, за исключением вот 16 марта у нас данные организации находятся на карантине. Мы ограничили доступ, значит, и посторонних людей для того, чтобы детей обезопасить детей с точки зрения сегодняшней эпид-ситуации. В центре созданы все условия, приближенные к домашним. Организовано пятиразовое питание. Значит, те дети, которые находятся временно, то есть это учреждения, в котором дети пребывают временно и могут остаться на постоянном пребывании после определения статуса ребёнка. То есть маме Зирева Диана и её брат – это, значит, двое детей, которые остались без попечения родителей, так как родители были лишены родительских прав. В этих учреждениях насколько свободны передвижения внутри самого здания? В здании, значит, во-первых, надо сказать, что вся категория детей, которая там находится, она разделена на три группы. Это дети. Младшая группа – это с 3 до 7 лет, средняя группа – с 8 до 13 лет и старшая группа – с 14 до 18 лет. Дети живут согласно распорядку дня, подъём, значит, утренние процедуры, зарядка, завтрак, после завтрака, значит, если это будние дни, это учебные занятия. Если дети у нас там находятся во временной группе, то учебный процесс организован в самом Центре поддержки детей. То есть они могут выходить, те, кто постоянно, они ходят в школы, в наши городские? Да, те, кто постоянно там живёт, у нас на сегодня в данном Центре живёт 10 детей в постоянной группе, они занимаются в 4-й школе имени Макпалеева. То есть они у нас выходят. И вот вы сказали, что на экскурсии, в сопровождении, а вот в магазин просто вытечу. Магазин, естественно, значит, просто так ребёнок выйти в магазин без сопровождения педагога не может. Потому что, во-первых, это дорога, то есть какие-то другие моменты могут быть. Ну, грубо говоря, потому что ответственность несёт... Да, ответственность несут педагоги в этой ситуации. Надежда, вы когда к нам обратились, вы очень сильно хотели, я так понимаю, поговорить с своим руководителем этого Центра к управлению образованием. У вас какие-то на сегодняшний день вопросы есть? Это к директору? К директору, к управлению образованием. Это всё одна, ну, система одна в любом случае. Я хочу, чтобы наказали, чтобы кто-то был за халатность виновный. Чтобы было наказано. Я хочу добавить, что первоначально было возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства правоохранительными органами. И вторая, это статья 371, вот здесь, значит, из департамента полиции сотрудник подтвердит. Сейчас идёт расследование. По факту халатности. По факту, да, по данному факту. Ещё, значит, расследование не завершилось. И, значит, будет принято решение. И у него почему-то в кабинете, почему у него стоят камеры от туалета? Он уже не стоит. В том году стояли. Почему его сразу не убрали? Их убрали. Их убрали же. Насколько я знаю, камеры были установлены, потом, после вмешательства прокуратуры, их убрали. Да, камеры убрали. Я хочу просто прокомментировать тоже эту ситуацию. Да, по факту того, что были установлены камеры, мы все прекрасно понимаем, что дети в силу своего несовершеннолетия, мы понимаем, что с этими детьми может случиться любая ситуация, как между ними, понимаете, как и сам ребёнок. И поэтому в целях того, чтобы максимально не оставалось белых пятен, чтобы наши дети, значит, ни в коем случае не сделали что-то с собой или не навредили другому ребёнку, мы старались как бы, ну, этот вопрос проконтролировать. Те камеры, которые были, о которых говорит мама, эти камеры были убраны. Сейчас их нет? Сейчас их нет. И на тот момент, когда это происходило, их не было? И на тот момент, да, когда это происходило, их не было. Ирина Валерьевна, расскажите, пожалуйста, о том... Вот тут вопрос в том, что антисептик девочка выпила. Медики областной больницы нам пояснили, что предположение высказали, что в антисептик подобный входит не этиловый спирт, а химические какие-то виды спирта, которые влияют на организм таким образом. К вам поступают вот за последний год, учитывая, что карантин начался у нас уже в марте прошлого года, антисептики сейчас стоят везде и всюду. К вам. Я не говорю про детей. Слава Богу, наверное, что это такой единичный случай. Но и взрослые у нас есть мужчины, которые женщины употребляющие. Ну, я скажу так, Артём. Дело в том, что в антисептик действительно может входить набор химических веществ, в том числе опасных для здоровья, если это, например, речь идёт о метиловом спирте. Считается, что метиловый спирт, метанол, один миллилитр на килограмм веса – это уже смертельная доза. Если ребёнок употребил или взрослый употребил такое вещество, то это токсическое воздействие на организм, это отравление организма, и прежде всего это именно опасное, смертельно опасное вещество, которое действует как токсическое вещество. Детям свойственно любопытство. Они любопытны по своей природе и могут пробовать разные вещества с целью узнать, как они изменяют их сознание. Это одна сторона вопроса вот такого серьёзного, который мы сегодня обсуждаем. А вторая – это то, что дети, находясь в группе, а это ведь всё-таки закрытое учреждение, хоть оно и открытое, то есть оно всё-таки специализированное учреждение, они друг другу подражают. И то, что там говорят девочки, что кто-то кого-то вовлёк, дело не в том, что тут уже не важно, кто кого вовлёк, а дело в том, что они влияют друг на друга. И если пробуют одна, то другая или другой ребёнок, они хотят показать, что они нисколько не хуже, и они принадлежат этой же группе подростков, и поэтому они могут пробовать различные психоактивные вещества с целью просто узнать, как воздействует на организм. Ну, а здесь просто фатальная ситуация произошла, потому что действительно, возвращаясь к тому, что сейчас антисептики распространены, и они везде находятся в открытом доступе, а что в них может находиться, кроме этилового спирта, и в том числе, возможно, метанол, метиловый спирт, смертельно опасная еда. Но это предупреждение всем, не только детям, взрослым, любому человеку, что если вы чувствуете запах спиртного в этом, и вы любите употреблять, это не говорит о том, что это может закончиться очень хорошо. Да. Даже самый опытный химик не всегда отличит на вкус, на цвет метиловый спирт или этиловый. И дети, да, могут пробовать алкоголь, содержащий напитки, потому что это свойственно подростковому возрасту, любопытство, любознательность и подражать друг другу. И вот я думаю, что, конечно, роль взрослых здесь велика, и если мы говорим о халатности, мне сложно сказать вот именно в этой ситуации, как там это должно было происходить, надзор за этими детьми, но наблюдение за такими детьми должно быть многократно усилено, чем за теми детьми, которые находятся в семьях со своими родителями. То есть все-таки мы говорим о том, что это дети остались без попечительства родителей. Ну, вышли, скажем так, не совсем благополучные семьи. Изначально в семье что-то произошло. Откровенно скажем так, я думаю, что это можно признать, потому что не было бы, ну, не было бы этой ситуации, если бы ребенок был в семье. Да. И все-таки мы не можем со счетов сбрасывать то, что роль семьи огромна, и на первом месте воспитание детей. Скажите, пожалуйста, теперь вопрос к полиции. Сколько у нас ежедневно, еженедельно, ежемесячно в участки доставляются? Я сейчас говорю не только про детей, но и в целом про всех жителей Павлодара, Павлодарской области. Ну, в состоянии алкогольного опьянения участились ли случаи, тоже связанные именно с употреблением вот подобных веществ. Не элитного алкоголя, а суррогатами. Ну, добрый день, Артем. Приношу свои первые часы вылизывания. Ну, у нас такие случаи, у нас при доставлении в патрульные участки в основном дневное время все производится, и лица у нас в алкогольном состоянии, мы доставляем в центр адаптации. Вот туда помещаем. То есть это к вам относится? Проще говоря, вот так. В центр временной адаптации и реабилитации, детоксикации, он относится, он заходит в структуру центра психического. Проще говоря, в отрезвитель. В отрезвитель, да. Ну, мы сейчас так не называем. Ну, не называем, но, тем не менее, проще для населения, понятно, в отрезвитель. Да, вот таких граждан мы туда доставляем, их с алкогольным опьянением всех. И там уже нарколог, они определяют степень алкоголя, тяжесть ее также, и подлежит он помещаемости или нет. То есть ваша работа собрать, ваша работа вылечить, правильно я понимаю? Такая идет схема в этом? Ну, профилактика, конечно, мы занимаемся и профилактикой в том числе. Ну, это на ежедневной работе у нас ведется. Это подбор по городу, патрули ездят. Вот во время патрулирования они во дворах, на улицах. А статистика по задержанию, производству этого суррогата, алкоголя какого-то непонятного, откуда его везут в наш регион? Или все-таки у нас производят где-то? Ну, статистика у нас имеется. Она продается у нас в полимерной таре. Все это спирт продается. У нас вот были факты уже изъятия по данным факту. Даже в Иртышевском районе у нас было изъято более 6 тысяч литров спирта по данным факту. Были уже такие факты. И в городе были факты изъятия по данным факту. То количество, которое выпила девочка антисептика, ну, может быть, даже меньше, выпит взрослый человек. Здесь 17-летний подросток, который, скорее всего, с алкоголем так часто не сталкивался. Взрослый человек бы это выпил. На него бы повлияло бы, возможно, по-другому. Возможно бы спастись было бы в этой ситуации. Возможно. Но мы можем только предполагать. Точные данные, что 1 мл метилового спирта на килограмм веса – это уже летальная доза. Но это должна показать экспертиза, сколько этого метилового спирта находилось в этом антисептике. Ну, надо понимать, что приводит к слепоте 30 мл употреблённого метилового спирта. Более, например, 50 мл и более – это летальный исход. Мы же не знаем, сколько здесь девочки употребили миллилитров вещества антисептика. Мы не знаем, сколько там находилось. Это уже, конечно, будет, наверное, судебная экспертиза. Говорят, 31-го, 1-го и 2-го пила. Это сколько можно выпить? Ну, сложно сказать. Учитывая, что антисептики, расположенные в любом учреждении, наверняка это не какие-то 5-литровые баклажки. Это небольшие ёмкости. И неизвестно, как часто она его пила. Она, может быть, пила его 3 дня. Опять же, это всё загадка и неизвестно. Она бы никогда его не пила. Никогда. По вашему убеждению, ваша дочь бы никогда этого не пила, но в любом случае это произошло. Ваша версия тогда, что же тогда могло произойти? Ну, я не думаю, что кто-то из педагогов бы поил бы детей антисептик. Как вы думаете? Не знаю даже. Что-то не то. Как вы думаете, то, что произошло в вашей жизни в итоге с вашей дочерью полгода назад, я так понял, летом вас совершили родительских прав. Насколько, если бы всё-таки о вас бы не ходила бы такая информация, что вы распиваете, и вас бы не лишили родительских прав, с девочкой бы что было в итоге? Как бы её жизнь повернулась? Она бы не оказалась уже в центре без вашего присмотра родительского. Вина чья в итоге в том, что ребёнок погиб? По вашему убеждению? Их наивно, их наивно. Их – это центры? Да, центры. Понятно. Скажите, пожалуйста, из этого центра каким-то образом детей возможно родителям забрать? Да, конечно. Вот если статистику взять, из тех детей за 2020 год в данный центр города Павлодара, города Экибастуза поступило 205 детей. И из них 50% возвращены в кровные семьи. То есть задача не в том, чтобы лишить родительских прав. Задача не в том, чтобы отобрать ребёнка. А задача в том, чтобы прежде всего ребёнка оставить в семье. То есть если родители, разные ситуации бывают, мы всё-таки, тут не только мы, образование, тут есть местные исполнительные органы, потому что со всей области дети доставляются в данный центр. И здравоохранение, и МПС, местная полицейская служба. Когда такие дети доставляются в центры, естественно, мы проводим ряд коррекционных мероприятий, то есть работаем с ребёнком, пытаемся, значит, оздоровить этого ребёнка, создать силу условия. И в то же время проводятся параллельно работой с семьёй. Если родители понимают всю сложность ситуации, понимают, что им всё-таки необходимо создать те условия, которые необходимы для полноценного развития ребёнка, то всегда идём навстречу, и ребёнок возвращается в семью. Ребёнка можно вернуть? Конечно, можно вернуть. Было бы старание родителей? Да, естественно. Естественно. И хочу сказать о том, что решение о лишении родительских прав принимается судебными органами. Ни один судья, если нет оснований, никогда не лишит родительских прав. Последний вопрос. Я хотел просто уже вам дать последнее слово. Ваша дочь умерла. У вас ещё есть ребёнок, которому 15 лет, и сейчас он в детском доме. По тому же решению, так понял, которое случилось летом. Что будете делать? Ваше желание вернуть ребёнка, 15-летнего сына? Мы подали уже документы. Что надо для того, чтобы вам объяснили, как надо вернуть ребёнка? Что вы должны сделать? Справку взять с работы, доход всё это от нарколога, от психолога, что не сидевшие, вот эти справки собрать. Ну, то есть вас лишили, потому что вы злоупотребляли алкоголем. Правильно я понимаю? То есть вам сейчас основное надо доказать, что вы взялись за ум, алкоголь не употребляете, и ребёнок может с вами жить. Правильно я понимаю? Возвращать будете? Да. Бороться будете? Да-да. Вам всем спасибо. Дорогие телезрители, ну а мы продолжаем наш эфир. Военного лётчика из Павлодара, обвиняемого в убийстве, приговорили к 12 годам колонии. Напомню, в марте 2020-го труп мужчины обнаружили в подъезде дома по улице Тора Игырова. Ранее по тому же адресу при странных обстоятельствах погибла его супруга Лилия Мельник, сестра подсудимого. Близкие девушки считали, муж был причастен к её смерти, а следователи, в свою очередь, пришли к выводу, что мужчина был убит из мести. Лилия Мельник погибла здесь в ноябре 2019 года. Упала с высоты то ли восьмого, то ли девятого этажа. Спустя 4 месяца, в марте 2020-го, мёртвый в подъезде этого же дома находит её мужа. Тогда мама девушки рассказала, в убийстве зятя заподозрили её сына и мужа. Однако спустя время обвинение сняли. Оказалось, что следователи переключились на старшего брата Лилии, который вообще живёт и работает в Нур-Султане. Он работает зам командира части, лётной части, военный лётчик, в звании майор. Был ответственный за проведение военного парада в Астане в Нур-Султане. 6 мая должен был состояться парад. И мне говорил его командир, что в этот день сыну должны были повысить звание, то есть дать подполковника. Но от одного дня нам не хватило. Брата погибшей девушки, Михаила Попова, обвинили в том, что он якобы тайно приехал в Павалдар в марте 2020 года, чтобы из мести убить её супруга. Заявили, есть показания двух свидетелей. Есть у стороны обвинения свидетели, супружеская пара, которые говорят, что якобы мой сын приезжал к ним на мартовские праздники, то ли 7-го, то ли 8-го марта он к ним приезжал. Жил несколько дней и исчез. По их слов, он исчез с их дома 10-го марта. По версии следствия, Михаил Попов совершил убийство и сразу же вернулся в Нурсултан. Сегодня же родственники собрались дома на кухне, чтобы услышать вердикт и сразу же эмоции от первых слов судьи. Но радость оказалась преждевременной. Оправдательный приговор вынесли лишь за незаконное хранение или ношение огнестрельного оружия. А вот по статье убийства признали виновным. После этого в комнате повисла тишина. Михаила Попова также обязали выплатить 7 миллионов тенге матери убитого в качестве морального вреда. Галина Мельник твердо убеждена, ее сын преступлений не совершал, а доказательства, построенные лишь на предположениях, намерены обжаловать приговор, который не вступил в законную силу в апелляционной инстанции. Валентина Найдина, лишившаяся ноги на автомойке, пытается через суд подтвердить трудовые отношения. Напомню, в октябре прошлого года в девушку врезался автомобиль. Эту тему обсуждали мы в этой студии. За рулем сидел, по словам пострадавшей, коллега, да и сама она была в числе сотрудников. Но владелица бизнеса это категорически отрицает. На заседании она заявила, все ее работники трудятся официально. Судебные заседания проходят онлайн. Бизнес-вумен просила себя не показывать. Валентина Найдина сквозь слезы еще раз рассказала о событиях, произошедших в октябре. Заверила, работала на автомойке четыре года. Владелица все отрицает. Говорит, пострадавшую впервые увидела в тот день, когда произошло ЧП. И мужчину, севшего за руль, тоже не знает. Татья Алмава, пожалуйста, скажите, почему вы отрицаете то, что я действительно у вас работаю? Ты у меня не работала. По словам бизнес-вумен, у нее все работают официально. Зарплату получают ежемесячно. А после трагедии, мол, на автомойку 1А требовали 5-6 миллионов тенге. В противном случае обещали обратиться в суд. В слушаниях участвует третья сторона, представители управления труда. В связи с тем, что введен мораторий на проведение проверок и профилактического контроля и надзора в посещение в Республике Казахстан, который действует в период с 2020 по 2023 год, запрещены проверки у нас микро- и малого бизнеса. Поэтому включение этого основания, оно просто ускорит процессы. И, скажем так, в случае установления трудовых отношений, оно просто позволит инспекции труда все это делать быстрее, провести расследование. Как бы иск поддерживаем. Сегодня допросили также свидетеля со стороны Валентины. Это клиент автомойки, который подтвердил, что видел ее в работе. К слову, пострадавшая продолжает проходить лечение. Медики борются за вторую ногу, в которую вставили пластину. По словам родственников, через полтора-два года при хорошем стечении обстоятельств ее можно будет убрать. Задержанных неделю назад в Павлодаре домушников уличили в краже золота, бриллиантов и денег на общую сумму 116 миллионов тенге. Напомню, задержали их в Павлодаре, стали разбираться, и следствие установило еще одно преступление, которое не совершили в Алматинской области. Между тем, Павлодарского адвоката приговорили к двум годам колонии за коррупционное преступление, обвинили юриста в покушении на мошенничество и подстрекательство к даче взятки. Судье за 2,5 миллиона обещал своему клиенту решить вопросы через связи. В итоге защитник сам оказался на скамье подсудимых. Из материалов дела известно, адвокат решил заработать на своем клиенте больше, чем ему предназначалось. Дело рассматривали в сокращенном порядке и вердикт должны были вынести, не связаны с лишением свободы. Защитник же это выставил под другим углом, заявил, что надо дать судье взятку, чтобы в колонию не отправиться. Клиент оказался умнее и написал заявление в антикоррупционную службу. В итоге при передаче 2 миллионов тенге юрист был задержан. Окончательное наказание назначено в виде двух лет и двух месяцев лишения свободы. Адвоката взяли под стражу в зале суда. Приговором обязали 2 миллиона тенге вернуть в антикоррупционную службу. Именно они выделили средства для проведения следственных действий. Вердикт не вступил в законную силу. Водитель, совершивший аварию, бросился убегать от полиции в Экибастузе. Автолюбители сняли момент погони за 52-летним мужчиной. Длилась она недолго. Стражи порядка смогли зажать иномарку и задержать водителя. Оказалось, что скрыться он решил после того, как на одном из перекрестков столкнулся с другой легковушкой. В отношении него возбуждены административные производства по статям 599, 606, 610, 611 и 613 административного кодекса Республики Казахстан. Материалы направлены в суд. Автомашина вытворена на специальную штрафную стоянку. Стоит отметить, что водитель был освидетельствован, находился в трезвом состоянии. Завершаем, как обычно, тем, на что вы имеете право. Поговорим о разделе имущества при разводе. Прописано это в кодексе о браке и семье. Все прекрасно знают, все, что было нажито совместно, подлежит разделу поровну. Итак, что же сюда входит? Доходы от работы, какой-либо предпринимательской деятельности, деньги от общего имущества, получаемые пенсии, пособия. Если вы купили квартиру, машину, ценные бумаги, доли в капитале за счет общего семейного бюджета, да и любое другое нажитое совместно имущество. Стоит помнить, жена ухаживает за ребенком или просто ведет хозяйство, а вы трудитесь, то она имеет полное право требовать половину. Что нельзя разделить? Если супруги что-либо покупали до вступления в брак, если вы получили имущество в дар или по наследству, даже когда уже были в официальных отношениях. Также вещи индивидуального пользования. Это одежда, обувь, за исключением драгоценностей и других предметов роскоши, хотя и приобретенных в период брака за счет общих средств супругов. И еще один пункт. Допустим, расстались вы три года назад, успели за это время купить авто и лишь потом стали все делить. Через суд можете доказать, что машина была нажита уже несовместно. Такой была неделя происшествий. Если ваши права нарушают, звоните в нашу редакцию 5549. Разберемся вместе. С вами был Артем Клеван и пусть закон всегда будет на вашей стороне. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова